Под горящим клетнянским солнцем три десятка влюбленных в мотоциклы спортсменов. Самому младшему 9, старшему 66. Мотоспорт для сильных духом, биологический возраст, принципиального значения не имеет. Я от имени депутата Брянской областной думы поздравляю вас с праздником, вас соревнования. Я глубоко уважаю вас за ваш фанатизм, за вашу любовь к мотоциклам. Мастер спорта Алексей Дунаев на соревнования приехал из Калужской области. Многократный победитель первенств в своем неизменном классе ЧЗ, то есть старых, не выпускающихся сейчас моделях мотоциклов, на этом мотокроссе стал вторым. И даже несмотря на то, что вид спорта довольно травмоопасный, бросать увлечение 60-летний ветеран мотоспорта с личным 30-летним стажем не намерен. Организацию сегодняшнего мероприятия оценил на отлично, а уж сравнить Алексею Федоровичу есть с чем. Трасса, я скажу вам, трасса хорошая. Ну, конечно, она песчаная, там вот, как некоторые говорят, чуть скользоватая. Да нет, хорошая трасса. Конечно, то, что пыльновато, ну, что сделаешь, ребята стараются, поливают. Хорошая трасса, опасного ничего нет. Организация тоже хорошая, мы уже сюда приезжаем третий раз, нам нравится. У нас сейчас в этот период проходит в Калужске, в Обнинске соревнования. Так мы туда не поехали, приехали сюда. А вот Ване Степинов всего девять. С родителями и младшим братом на мотокросс приехал из поселка Ивод, Дядьковского района. Скорость и адреналин поделился юный спортсмен. Вот то, ради чего стоит преодолевать сложные трассы мотокросса. Полосу бездорожья, горки, трамплины, резкие повороты. Я когда вырасту, я буду профессиональным мотогонщиком, и у меня все получится. У меня есть младший братик, я уверена, что он посмотрит на меня и будет заниматься тоже мотокроссом. Соревнования проходили в нескольких группах. Классификация мотоциклов была проведена по мощности двигателя. Участники также были разделены по возрастным группам. Мотогонки относятся к экстремальным видам спорта, поэтому все зрители и участники получили необходимый инструктаж по технике безопасности. На трассе стояла пыль, и, конечно, были не только взлеты, но и падения. К счастью, несерьезные. Тем временем соревнования в Клетнянском районе идут по всем правилам – со смелыми и щемящими сердце прыжками и серьезной борьбой. Клетнянский мотокросс уверенно идет вверх по лестнице популярности. Борьба за призовые места выдалась упорной, напряженной и немудрено. Палящее солнце, песчаная трасса, моментально высыхаемая после очередных поливов, перегревшиеся мотоциклы. Тем не менее, многочисленным зрителям и болельщикам участники соревнований и организаторы подарили массу ярких, незабываемых впечатлений. Это очень важно, особенно для такого поселка, как наш Клетня. Все-таки жители, когда мы в прошлом году провели первый раз, и многие жители не поверили в то, что здесь будут участвовать мастера спорта и спортсмены из других областей. Даже из Калужской области у нас участвовал мастер спорта. Я просто фамилию, извините, не могу назвать, но он на сегодня снимается в фильмах каскадером. И когда они показывали здесь зрелище, вот эти спортсмены, когда они прыгали, просто жители Клетни, мне каждый день звонили и говорили, а когда будет еще, а когда будет еще. Просто мы не видели поселки, мы не видели такого. Мероприятие состоялось. Клетнянцы целыми семьями наблюдали за захватывающим зрелищем, уже предвкушая новые гонки и новые яркие эмоции. Татьяна Глазова, Сергей Ковач, События, Клетнянский район.